Здравствуйте! Вас приветствует компания Barcadero. Пожалуйста, если вы слышите звук в ваших динамиках и наушниках, напишите в чате или в вопросах, что все нормально. Нормально, ага, отлично. Мы начинаем сегодняшний вебинар, посвященный методам правильного применения продуктов компании Barcadero, средств разработки. Сегодня мы будем концентрироваться на C++, соответственно, в контексте C++ Builder. И специально пригласили Андрея Карпова, который является ведущим специалистом мирового уровня по C++, отмечен многими регалиями разных компаний, не только, ну, включая компании Microsoft. Я думаю, Barcadero в ближайшее время тоже будет иметь честь отметить Андрея тоже как эксперта. И многие думают, кто такие эксперты в области информационной технологии. Наверное, человек, который там с бьером, с траусропом кофе пьет по утрам, живет в солнечной Калифорнии или где-нибудь на территории Новой Англии или в Бразилии. Нет, конечно, и в России есть такие специалисты. Я очень рад приветствовать Андрея. Спасибо ему большое, что он нашел время для того, чтобы подготовить интереснейшую презентацию и нам рассказать, что же нового в языке программирования C++. Здесь вот контакты Андрея представлены. Я думаю, Андрей будет отвечать вам на вопросы, если вы ему будете задавать. И обязательно посетите сайт его проекта. Он является техническим директором. Очень интересное программное решение, которое во многом помогает разработчикам на C++ сделать коды эффективней и и, чтобы они работали с минимальным числом ошибок. Вот. Андрей, давайте следующий слайд. Я сейчас еще формально у вас представлю. Здравствуйте, Всеволод. Здравствуйте, коллеги уважаемые. Сейчас еще пару слов обо мне и мы начнем. Да, я имею честь еще пару слов сказать. Здесь представлены регалии и Андрей будет основным докладчиком сегодня. А моя задача будет, ну так чисто выражая современным языком, немножко троллить. Ну, так, конечно, это слишком громко сказано. На самом деле, просто будут так аккумулировать вопросы. Если вопросы по ходу будут возникать, задавайте. Я думаю, мы будем, найдем время на все вопросы ответить обязательно. И вот, так сказать, хочется начать с небольшого троллинга. Вот, Андрей, вы являетесь черным поясом под компанией Intel. Мы понимаем, что это, конечно, не классическое карате, а все-таки в большей интеллектуальной плоскости. Вот, чтобы получить такие регалии, вам нужно было там, какой толщины интеллектуальную доску головой разбить или вам спарринг приходилось проводить с какими-то там особо злыми соперниками в области, так сказать, языка C++. Как вот заработать такой регалии? Сложно сказать, что именно нужно делать. Тем не менее, компания Intel заинтересована в развитии сообщества разработчиков. У них на сайте есть форум, раздел блогов, где, соответственно, и сотрудники компании общаются, и, так сказать, просто пользователи, те, кто интересуется программированием или какими-то технологиями. И черный, там есть разные, кстати, пояса, на самом деле, то есть там начинается, по-моему, белый, потом там зеленый, коричневый. Смысл это в том, чтобы отметить, как бы, вклад людей в сообщество. Если человек там отвечает хорошо на вопрос, поднятно, пишет какие-то заметки, статьи, то все это, как бы, очки накапливаются, и по итогам года выбирается несколько людей, которым дают статус «черный пояс». Ну, там всякие еще приятные призы дарят, приглашают в офис пообщаться и так далее. В общем-то, любой может поучаствовать в этом и получить вот это вот вознаграждение. Ну, просто, на самом деле, там достаточно интересная аудитория, потому что там можно узнать вопросы очень такие специфичные, где в других местах нет. Например, там что-то по оптимизации, например, для процессоров. А понятно. А у компании Intel свой компилятор C++ есть, судя по всему? Как они поддерживают? Да, у них свой компилятор C++, они его активно развивают. Основной их упор, как я понимаю, это эффективное использование своих микропроцессоров для достижения максимальной оптимизации. То есть, это использование вектором каких-то вычислений, там работа эффективной с кэшем. Ну, я не знаю, там, на самом деле, сейчас компиляторы стали очень сложны, чтобы понимать, как они там оптимизируют. Да, вот, причем, да, вот именно у них основное направление. Потому что, например, с точки зрения C++11, вот говорить, у них компилятор, так сказать, неспешно развивается. То есть, у них именно упор сделан на эффективность. А эффективное использование аппаратной части. А среда разработки у самой Intel какая? Вот компилятор, понятно, это вот, ну, так грубо говоря... Нет, ну, у них среды, как таков, нету. Они интегрируются, например, в Visual Studio, там, и можно использовать просто, как бы, интегрированный вариант. Можно отдельно запускать, сделать мейкфайлы. Ну, это, в общем, проще посмотреть, там, скачать и посмотреть, как это все устроено. Да, ну, и тогда, да, главный вопрос, что такое C++11, да, и я прошу, что полностью передаю слово, да. Да, самое интересное. На самом деле, C++11 – это замечательно. Особенно, как бы, хорошо, что это, наконец, появилось в компиляторе C++ Builder, то есть в среде C++ Builder стало это доступно. Почему это замечательно? Во-первых, это новые возможности языка. Какие же эти возможности? Это два таких компонента можно выявить. Это более компактный исходный код. Не появилось что-то в языке C++ такого совершенно принципиально нового, что раньше нельзя было, нельзя было раньше спрограммировать, а теперь можно. Нет, все то же самое, но теперь многие вещи пишутся намного лаконичнее, они более оптимизированы, можно больше возможностей для оптимизации, про это я немножко буду говорить, и еще теперь код становится более безопасным, естественно, при правильном, конечно, использовании. Про это я и порассказываю немножко, потому что проще рассказывать на примерах, чем абстрактно говорить, что теперь язык стал еще лучше. Ну вот такой сразу вопрос, да, сразу набегу вопрос. По поводу совместимости, если кто-то наработал хорошую, ну, во-первых, хочется к дельфистам обратиться, поскольку много дельфистов присутствует, это очень важно нам не потому, что чисто для общего развития, мы знаем, что многие очень алгоритмы в Делфи появляются сначала какие-то гении, там, ученые, или просто практики пишут алгоритмы на C, C++, а потом другие там практики или энтузиасты переводят алгоритмы на Делфи. И часто, может быть, даже вам придется видеть, как готовый алгоритм, реализован на C++, и понимать и читать код в новом стандарте тоже полезно и дельфисту. Это не просто как шутка, которая в анонсе вебинара написала, что вот-вот, у вас в резюме можете написать, типа, знание Делфи профессионально, плюс знание C++, включая 11 стандарт. Ну, конечно, вы будете его знать. Вот, то есть это очень важно, но вот кодовая база, наработанная на классическом C и C++, насколько она вот ее легко потом перепинать, перетащить на 11 стандарт. Насколько преемственность сохранена? Я понял вопрос. Комитет, конечно, очень большую работу провел в том направлении, проводит, чтобы максимально обеспечивать совместимость. Естественно, абсолютно это не получается. Могу пример привести из времен, когда C++ пришел на смену C. Ну, он не пришел на смену, они параллельно существуют, но тем не менее, хотя почти всегда можно программу на C скомпилировать на C++ компилятор, ну, в большинстве случаев, то есть можно очень близки, так сказать, а не текст программ очень близок, тем не менее, есть какие-то моменты, которые, естественно, несовместимы, и с этим ничего не сделают. Ну, вот такой очень простой пример тип булл. В языке C нету типа булл, а в C++11 это зарезированное ключевое слово буллевское переменное. Если у кого-то в программе на C используется переменная с именем булл или функция с именем булл, естественно, теперь этот код скомпилировать невозможно. Но это не так все страшно, потому что эту функцию можно просто переименовать, и все будет замечательно. То есть компилятор скажет, где несовместимость, и можно немножко его поправив сделать код правильно. Не так уж часто, наверное, люди используют перемену с таким именем. То есть не так все страшно. Да, естественно, какие-то моменты будут, но достаточно все гладко проходит. То есть формально можно какие-то вещи поменять, да? На формальном уровне? Ну, просто, скорее всего, компилятор не подскажет сразу, где что-то сломалось. Я не могу, например, привести конструкции, которые начинают вести себя другим образом. Там ничего такого страшного нету. То есть просто, если какая-то несовместимость выяснить, скорее всего, на этапе компиляции она будет исправлена программистам, потому что он просто не скомпилирует свой код. Совместимость очень хорошая. Начнем, наверное, поговорим теперь, собственно, о новых возможностях. Вывод типа из инициализатора. Теперь можно не писать явно тип, например, не надо писать, что переменная и равна типу int. Можно написать ключевое слово авто, и все будет работать замечательно. Значит, можно спросить, что же это означает? А очень просто. Переменная типа int, ой, переменная, я не так сейчас запутался, переменная i будет иметь тот тип, который имеет инициализатор. Число 33 является типом int. И значит, переменная i будет тоже иметь тип int. Тут можно испугаться сказать, подождите, подождите, что же с языком C++ такое делают? Всегда язык C++ это был строго типизированный язык. Он защищал нас от каких-то странных привидений типов. Или как в Basic, например, сначала можно в переменную записать число, потом строчку, потом прочитать из нее флот и вообще все что угодно делать. Неужели теперь и с C++ случилась такая страшная беда? Нет, все спокойно, все, все, можете спать спокойно. Язык C++, C++11 по-прежнему остается строго типизированным языком. Когда мы объявляем переменную какую-то этим способом, она принимает какой-то тип. Например, переменная i будет иметь тип int. И дальше, ниже по тексту программ этот тип не меняется. Это переменная именно int. Тогда возникает вопрос, ну подождите, ну а зачем же тогда мне так делать? Я бы мог просто сразу int написать, где же здесь преимущества? Да, действительно, как вверху показано, никакого смысла от этого нет. Лучше не становится. А вот совсем другое дело, когда у нас мы встречаемся с какими-то шаблонами. Шаблонный код, кто встречался, достаточно сложен. Все, вот вы работали с Boost или с стандартной библиотекой? Нет, с Boost я не работал, а с стандартной библиотекой работал. И в Delphi тоже появились дженерики. Ну, там, то, что темплейтами называется C++, ну, конечно, не в таком мощности. Но, я думаю, наши слушатели понимают, что такое шаблоны. Это то же самое, что дженерики. Да, код там, конечно, довольно жесткий. И самому писать шаблоны, ну, это задача нетривиальная. А стандартный стендарт template library, конечно, я использовал. Ну, да, она такая жесткая достаточно по своей структуре. Да, кто сталкивался, он понимает, о чем речь. Это достаточно сложные иногда именования типов. Приходится длинную конструкцию построить при работе, ну, хотя бы даже просто, чтобы перебрать какой-то контейнер. Ну, то есть, это такое, если кто-то... Я понимаю, что здесь присутствует часть, кто намернут на Delphi, я чуть-чуть для них поясню. Есть, в C++ к C++ относится стандартная библиотека. Это набор различных классов и функций, которые позволяют программисту легко и быстро конструировать какие-то алгоритмы. В том числе, например, есть такие классы, как вектор, который хранит элементы каких-то типов. И когда мы, если работаем с этими контейнерами, если в нем лежит какой-нибудь сложный тип, или у нас там представим вектор, который состоит из других векторов, а внутри там еще какое-нибудь множество какое-нибудь, все это очень сложно записывается. И для того, чтобы не писать длинные такие конструкции, теперь достаточно использовать вот как раз это ключевое слово. Мы справа отравно пишем сложное выражение, и нам не нужно задумываться, какой оно имеет тип. Этот тип автоматически будет вычислен, и переменные будут созданы именно этого типа. Иногда это вообще очень полезно. Если шаблон, мы не знаем еще точно, чем он будет инстанцирован, какими типами, нам затруднительно сказать, что переменная tmp будет какой-либо тип. Сложно. Поэтому мы можем и вообще не задумываться об этом, а просто написать теперь вот ключевое слово для вывода типа. То есть компилятор стал умнее, да? Он не просто формально... Да. А теперь следующее. Сейчас покажу, как это короче становится замечательно. Если нужно раньше было писать длинную такую строчку, то, что итератор мы используем, все длинно и некрасиво выглядит. Просто действительно некрасиво, неприятно читать такой код. Он особо смысла не имеет, зато забивает текст программы. Обратите внимание на верхнюю часть и нижнюю. Удалось сэкономить строчку. Мелочь, конечно, но очень приятно. Потому что, во-первых, не нужно теперь задумываться, какой же там именно тип выбрать. А второе, код становится намного компактнее. Здесь еще простенький пример. А если у нас что-то будет сложное, там с бустом связанное, сокращение кода колоссальное. Это очень здорово для тех, кто работает с большими проектами. Если код легче прочитать, просто хотя бы легче прочитать, это уже ему колоссальный плюс. Потому что поддерживать такой код становится намного проще. просто за счет того, что быстрее он читается и воспринимается человеком. Не нужно продирать взгляд через все скобочки, махаточья. То есть мы смотрим, что возвращает функцию begin, какое значение какого типа, и p, соответственно, этого же типа будет. Да, этого типа и будет. Иногда, вот еще, кстати, интересный пример. Кто, если слушал предыдущую мою презентацию, напишите, есть ли здесь кто-нибудь, кто слушал предыдущий вебинар про шерлбитные ошибки? Пусть отметят. Напишите, да, кто слушал. Просто интересно. Я там рассказывал о интересной шерлбитной ошибке. Она показана сверху. Я сейчас не буду подробнее, так совсем кратенько. Есть функция find, которая что-то ищет и возвращает нам позицию найденной под строки. Если она не находит это значение, она возвращает специально зарезервированное значение nPost. Зарезервированная константа специальная. В 32-битном режиме такой код замечательно работает, потому что у нас то, что возвращает функцию find, помещается в unsigned. А в шерлбитном коде функция find начинает возвращать не 32 бита, а 64, шерлбитные значения. При помещении в unsigned это значение обрезается. И когда мы потом его сравниваем с полным значением, с fff, у нас сравнение неправильно работает. Смотрите, там ниже показано, что nPost в тридцерлбитный Windows у нас это 8 fff, ну минус 1, а в шерлбитный это уже большее значение. Естественно, если у нас unsigned обрезает, у нас сравнение работает неправильно. То есть это вот, да, находятся в программах такие ошибки. Почему они появляются? Потому что человек как раз поленился. Он использовал неправильный тип, который нужно было написать из стринга, сайза тип. Он написал просто unsigned. Теперь такие ошибки не будут возникать, если написать ключевое слово авто. Потому что оно автоматически выводится и будет именно того тип, какой нужно. Вот так, например, новые возможности C++11 немножко позволяют, во-первых, и упростить код, и сделать его немножко более надежным. Ну, к сожалению, дельфистам нам, конечно, как дельфистам, нам здесь остается только, как это, вздохнуть. Потому что у нас, да, у нас объявление переменных и инсталлизации, они, конечно, не смешиваются. Поэтому, конечно, такую возможность мы обладать не будем, но, к сожалению. Но зато C++ в эту сторону хорошо развился, продвинулся и, по крайней мере, здесь проблем нет. Поэтому, да, это здорово. Да, действительно, не надо думать о типе возвращаемого значения, поскольку авто автоматически нам переменно это правильно поставит. Иногда этой возможности недостаточно. Например, все-таки мы хотим иметь какой-то через TypeDef, например, определить какой-то тип, который нам надо как-то вычислить. Для этого есть специальная возможность теперь. Она вычисляет тип выражения, и его можно использовать там для объявлений переменных, чтобы TypeDef какой-то сделать. То есть это, так сказать, вспомогательный такой механизм, очень удобен в шаблонах. Ну, собственно, те, кто интересуется, почитают более подробно, как это использовать. Можно в документации, в какой-то статьях это все описано. Простой пример привести затруднительно, где это бывает нужно. Но это очень возникает у тех, кто использует какие-то сложные, опять-таки, шаблоны. То есть там это замечательно сокращает написание кода. Ага, понятно. А такой вопрос. То есть вот этот вот DecalType A нулевое умножить на B нулевое, вычисления здесь не производится? Вычисления нет. Вычисляется тип этого выражения. И этот тип у нас, мы его говорим, что он будет называться TMP. То есть, допустим, первый оперант у нас целый, а второй оперант у нас вещественный, то... Вещественный. И у нас TMP будет вещественного типа. Замечательно это тем, что у нас это в шаблоне все находится. И вне зависимости от того, как мы его будем, так сказать, создавать этот шаблон, у нас всегда будет правильный тип вычисляться. А вот в 11 стандарте меньше не стало типов. То есть, ну, мы знаем, что C++ там гордится чудовищным количеством типов, там, допустим, целого. И многие современные языки эволюционируют в сторону сокращения типов. Например, там, ну, я знаю, там, в C-шарпе, допустим, меньше типов относительно C++. Делфи тоже в этом направлении развивается, да. Сокращать, к сожалению, невозможно, потому что все эти типы используются. Даже, скорее, наоборот, даже кое-что добавилось еще больше. Ага. Сокращение, конечно, ни о каком сокращении быть не может. Потому что язык C++, он очень важен для него, совместимость. И взять и что-то выбросить, к сожалению, невозможно. И приходится, в общем-то, тянуть, может быть, даже те вещи, которые уже считаются устаревшими, но отказаться от них нельзя. Постепенно подкалкивают. Например, там, компилятор может что-то говорить, что лучше что-то не использовать. Но, в целом, все равно, конечно, совместимость важнее всего. Совместимость? Да. Ага. Ну, это очень полезно. Из-за этого, да, что когда много типов, чтобы не думать. А такой вопрос. Компилятор не двигается в сторону того, что, например, я знаю, что в DELF компиляторе типы указывают, что этот тип все равно будет другим. То есть, можно написать более короткий тип, но все равно будет использоваться, и компилятор подбрасывает warning, что все равно будет использоваться более длинный тип. Нет такого пока эффекта в C++? Нет. Это что-то такого нету. Нет, да? Насколько я понимаю. Так, продолжим. Ага. Так, списки инициализации. Наконец-то, разработчики C++ счастливы. Они могут теперь, так сказать, инициализировать массивы, если мы вектор, например, используем, просто списком. Кто с таким сталкивается, это просто вообще, конечно, мелочь, но так приятно. А если раньше приходилось делать там набор, вызов функций, напихать, чтобы в какой-то контейнер определенные значения, теперь наконец-то это можно писать кратко. Очень удобно. Причем можно писать не только там числа туда поместить, а вот как во втором примере сразу помещаются пары значений, например, пара строк. Вот. То есть, все это пишется сразу. Причем есть возможность, если использовать специальный тип, вот внизу показан пример функции f объявленный специальным образом, можно и в свою функцию тоже сразу передавать списки. То есть, если вот так вот писать свой код, можно сразу передать список, например, переменных типа int. Очень удобно. Я, например, не использовал такую еще возможность. А вообще, конечно, замечательно. Если нужно наполнять какие-то массивы, очень существенно сократится код. А я вот, кстати, хочу, если дельфисты меня слушают, напомните, пожалуйста, мне такое впечатление не оставляет, что в дельфиде у нас есть такая возможность, причем она была очень давно сделана, что мы в квадратных скобках, грубо говоря, по ходу, задавая, ну, через запятую константы, тем самым формируем массив. И вот, да, вот функцию можно передать, вот то, что в c++ сделано сейчас. Вот здесь, как бы, дельфисты немножко обгоняли, ну, до текущего момента. Потому что вот в квадратных скобках через запятую можно было вот на ходу прямо врубить, и создав сам массив, его функции скушает и так далее. Да, ну, тут просто язык c++ на самом деле очень долго-долго, так сказать, мы ждали этого. Уже во всех языках есть, а c++ вот только появилось. Но, наконец, случилось это. Это очень здорово. Угу. Так, дальше. Диапазонный форм. Вот, да. Да, тоже. Это тоже, конечно, больше синтаксический сахар. Можно и, как бы, раньше в старом духе писать циклы, но согласитесь, насколько теперь это приятно и удобно. Причем тут, кстати, еще сразу и вот новое ключевое слово используется, авто, чтобы вычислить тип. То есть мы не знаем, то есть нам не надо задумываться, какого типа является контейнер с именем v. Нам не важно. Мы просто знаем, что записав такой код, у нас переменная x будет принимать все значения по очереди, которые лежат у нас в контейнере с именем v. То есть вот там есть какие-то double числа, и они по очереди у нас будут, так сказать, мы будем с ними работать. А если мы хотим не просто их, ну, эти числа брать, а хотим, например, менять содержимое массива, мы можем ссылочку приписать, и тогда мы можем менять эти все элементы. Это то же самое, что for-in, for-each, да, примерно из этой области получили? Да, это вот наконец сделали for-each, ну, со своим синтаксисом. Были, конечно, раньше уже у всех все эти расширения for-each, каждый компилятор на свой лад их делал, везде эти for-each были, но, естественно, наконец-то теперь стало стандартным образом и единым. Раньше ведь вроде бы есть возможность написать for-each какую-то специфику, используя какого-то компилятора, но не хочется этого делать, потому что если потребуется собирать эту программу другим компилятором, ничего не выйдет, и получается, что, в общем-то, лучше не использовать эти возможности. Теперь у нас есть стандартная эта возможность, стандартизированная. И вот еще последний пример. Здесь вот сразу по списку можно проходить, тоже в других языках давно это уже есть, а перебрать элементы из значения. То есть в последнем примере сразу три новшества – это объявление и список инициализации, диапазонный for и еще автоперемент. Ну, на самом деле гораздо выразительнее код стал, если так расписать по старинке, да? Да, если по старинке – это будет ужасно. То есть сначала мы должны сделать отдельный массив где-то, потом написать длинный for, а еще ведь надо вычесать длину этого массива, поэтому там надо появится какие-нибудь size-off от размера массива, делить на size-off одного элемента, то есть будет такая длинная там страшная конструкция, то есть намного длиннее. – Ну, хорошо, если в Delphi у нас был, ForIn давно достаточно появился, но авто у нас нет пока. Но если теперь вам из Delphi придется писать на C++, то вы не будете ругаться, как это в Delphi я так писал, а в C++ не писал. Нет, теперь вы на C++ можете писать. Ну, правда, авто у нас пока нет. – Еще такая возможность. Если кто-то программировал, ну, как бы, что-то с шаблонами, он знает такую неприятность, что нельзя две закрывающиеся угловые скобки писать рядом, потому что это воспринимается за оператор сдвига и компилятор этот код не компилирует. Причем очень обидно бывало, что очень сложно понять. Вроде бы написано все правильно, а он же выдает, вы знаете, наверное, как выдает компилятор в C++, иногда там какой-то целый лист непонятно чего, и вот смотришь на это, не можешь понять, что же, собственно, он от тебя хочет. Совершенно неразумительные какие-то сообщения. Ну, если тут я как бы на самом деле скажу, на самом деле уже многие компиляторы уже до этого научились понимать вот эти угловые скобочки двойные и нормально компилировали, хотя они понимали, что это на самом деле, что от них хочет человек. То есть это как нестандартное было расширение. Например, вижу, C++ такое делал, я вот знаю. Но, наконец, теперь это не просто как бы инициатива каких-то отдельных компиляторов, а теперь это стандарт наконец, что теперь все компиляторы должны правильно это понимать. Потому что на самом деле разобраться-то можно, потому что понятно, если у нас слева там типы, то какой же это сдвиг? Это не сдвиг, а явно просто скобочки закрываются. Вот такая мелочь, но очень приятная. Во-первых, пробел там некрасиво, иногда болтался. Ну, а во-вторых, самое главное, когда вот новички начинают только писать какие-то такие конструкции, они, конечно, в неполном недоумении, то есть почему их код не компилируется, вроде бы написано все правильно, и вроде бы даже по книжке там, книжка же там непонятно, стоит там, пробел не стоит, написано вроде все то же самое, но не работает. Ага. То есть исправление ситуации достигалось тем, что этот оператор правый сдвиг, разбивали пробелом, да, вот вы видите, правые две угловые скобки, да, и, конечно, выглядело ужасно. А для тех, кто, может быть, шаблоны не очень представляет, особенно в Delphi, сейчас объявляется массив, да, список векторов, которые хранят строки, да, если читать справа налево. И поэтому, да, да, ну, да, конечно, хорошо. Я, правда, сам в это дело не врубался, ну, по крайней мере, не помню, что меня это мучило, хотя, кстати, небольшой комментарий тех, кто будет с Delphi переходить на Builder, я, кстати, рекомендую какую-то часть, может быть, не основных проектов тащить на Builder, для того, чтобы ваша квалификация C++ просто не падала, или, по крайней мере, нарастить вашу компетенцию. И вот такой момент хочу заострить. В Delphi мы обычно, у нас дженерики появились, но мы без дженериков, то есть без шаблонов обходились с чем? Ну, object-listами, то есть не классами, как сказать, основополагающими, а классами библиотеки VCL, мы использовали runtime library. И мы знаем там t-list, t-object-list, мы использовали. В Builder всегда была альтернатива. Либо вы используете вот эти вот типа t-object-list или t-list, либо переходите на использование шаблонных классов стандартной библиотеки stl, standard template library. Я в Builder писал и таким способом, как бы дельфийским способом через t-list и через t-object-list. Но в какой-то момент я просто понял, что если я буду писать вот в Delphi стиле на базовых классах runtime library и VCL, то я как C++ программист не буду развиваться. Поэтому у меня, да, вот Андрей хорошо нам показал. Я вам рекомендую, если вы будете писать билдеровский проект, все-таки постарайтесь использовать контейнеры на основе standard template library. Поскольку это, да, вот Андрей, можно считать себя программистом C++ и не знать про standard template library? Или это все-таки стандарт? Нужен, должен программист? Даже если он не используется в проекте по каким-то причинам, например, мы там что-то под микроконтроллер пишем, или там, в общем-то, какой там стандартная библиотека, не до нее. Тем не менее, ее знать, конечно, нужно хотя бы в общих чертах, но полностью, наверное, не знаю, знает ли ее кто-нибудь, потому что там такое количество классов и различных функций. На этом случае всегда есть MSDN, справочники, интернет, то есть там можно найти. Но знать общие какие-то принципы обязательно нужно, потому что иначе просто можно велосипед изобретать на пустом месте. Или использовать, например, какой-нибудь не очень уже устаревший удобный квиксорт в си-стиле. А когда уже есть, просто можно отсортировать специальный алгоритм, который сортирует все что угодно. Можно отсортировать и задать, как отсортировать. А вот ты еще можешь на память пересислить, какие там примеры? Там, я знаю, вектор есть, там список есть. Вектор, список, множество, мэп, ну как-то, как сказать это. Ну, господи, чего там только нет. Отличные алгоритмы, там поиска, сортировки. Причем они расширяются в том смысле, что человек передает какую функцию вызывать для каких-то элементов и, соответственно, что-то делать. Там поиск пересекающихся множество. В смысле, там поиск опять-таки, причем там по-разному можно сделать. Ну, большая библиотека. Различные умные указатели, причем они там целых на все случаи жизни. Различные интересные там вещи есть, но не то, что интересно, как они нужны, просто вещи. Когда нам нужно знать о типе, например, вот получить, мы можем получить, используя специальный шаблон, все, что хочешь о типе. Например, сколько в нем вид, там, знаковый он, незнаковый, там, целочисленный он, или там, соответственно, не целочисленный, ну, фод, там и так далее. То есть, какие-то такие механизмы. Потому что так это приходится, или писать какой-то длинный самому изобретатель велосипед. Вот, а это все есть. Потому что иногда бывает это нужно. Ага, вот так вот. Да, вот по частоте используем. То есть, можно сказать так, что любой практически профессиональный код, написанный на C++, так или иначе будет использовать. Я просто знаю, что вы анализировали различные проекты, да, open-source проекты. Вы при помощи вашего, как она, Vivo 64 называется, да? Нет. PV Studio. А, PV Studio. Да, одна из частей для диагностики шаблонных ошибок. Я понял вопрос, сейчас я поясню. Да, конечно, стандартная библиотека очень часто широко используется. Единственное, что в некоторых проектах она не используется, это, например, Vivo Qt. Как пояснил, не то, что там он вообще не используется. Просто, когда мы работаем с Qt, логично и используют, например, различные контейнеры, которые в Qt реализованы. Ну, просто так сложилось исторически, и люди используют просто набор этих классов. Ну, естественно, там бывает и смесь и так далее, но вот в этих проектах там как-то в меньшей степени. А в большинстве, да, естественно, используется и STL очень активно, и Boost, кстати, весьма активно используется. Например, если кому-то нужны регулярные выражения. Хотя сейчас, например, в C++11 регулярные выражения появляются и в стандартной библиотеке. Как бы многие возможности кочуют постепенно, то есть они, появляясь в каких-то других местах, например, в том же Boost, они постепенно какие-то классы, немножко переделанные, кочуют в стандартную библиотеку. То есть она все больше и больше включает. То есть можно, если мы устанавливаем компилятор C++, мы все больше уверены, что у нас есть теперь набор каких-то функций. А вот так, вопрос такой. Вот поясните, поскольку, я думаю, многие из наших пользователей, хоть и используют активно Delphi, но в качестве поставки получают RAD Studio, которая состоит из Delphi и C++ Builder. И я знаю, много нареканий было. То есть ставится Delphi быстро, ставится Builder быстро, а потом начинается установка Boost Library. И Boost Library ставится, грубо говоря, по времени очень долго. И многие потом пишут, типа, вот ставится Boost Library, зачем, я не знаю, что она ставится, зачем, а время она живет. А можно ли сделать так, чтобы Boost Library не ставилась? Вот просто расскажите в двух словах хотя бы, что такое Boost Library и какие задачи она решает? Boost Library – это огромная библиотека, которая даже сложно сказать, что она решает. Ну, там огромная коллекция различных, в общем-то, не связанных между собой подсистем. Например, там для работы с регулярными выражениями подсистема. Подсистема для работы с файлами. Что значит подсистема для работы с файлами? Ну, это там можно, например, привести имя, то есть оно задано относительно, а мы хотим его там полное раскрыть. Или там мы хотим взять от полного имени только им самого файла, или там отбросить расширение, какие-то такие всякие операции. Соответственно, там подсистема есть работа опять с умными указателями. То есть сложно даже перечислить, я на самом деле даже и не знаю, что там есть, потому что там огромный просто пласт различных алгоритмов. Ну, как обычно решается, вот есть задача, например, использовать регулярные выражения. Человек ищет, находит, что эта подсистема есть в Boost. Ага. И появляется тогда использование Boost. А так как бы сложно просто перечислить, я на самом деле никогда не читал список, чего там есть. Ну да, да, проще сказать, чего нет. То есть желательно, как Вы сказали, не изобретать велосипед, а на каждую алгоритмическую задачу погуглить, и, скорее всего, да, это приведет в тип-лис. Да. Поэтому, кстати, используется не только. Единственное, я видел не раз, хотя, казалось бы, это больше такая для экспериментов, например, библиотека Oki. Вот, кто с шаблонами увлекается, знает, наверное, про такую библиотеку, тоже используется на практике. То есть это не абстрактная какая-то такая академическая библиотека, а вполне даже живая используется в проектах. Хорошо. Ну, давайте дальше потихоньку двигаться. Да. Так, еще новые возможности. Представим ситуацию. Хотим мы написать класс, в котором мы в конструкторе сразу будем открывать файл, потом как-то его использовать, а в диструкторе мы этот файл закрываем. Все вот так вот выглядит отлично. Значит, смотрите, вот конструктор у нас есть, и сразу мы инициализируем поле файл подчеркивания открытым хэндлом открытого файла. Все хорошо. То есть вот если тело конструктора пустое. А теперь описываем, а что же нам делать, если у нас в конструкторе что-то появляется сложное? Ну, мы захотели там из файла почитать или там интернет, я не знаю, зачем подключиться-то. Главное то, что теперь этот конструктор неожиданно как бы может начать кидать исключения. Ну, не смогли там из файла прочитать, не смогли там память выделить для чего-то. И у нас возникает исключение. И неприятность в том, что согласно стандарту языка C++, если конструктор не отработал до конца, диструктор не вызывается. То есть если в конструкторе у нас возникает исключение, диструктор вызван не будет. И получается, что у нас как бы объект наполовину сконструирован, то есть файл уже открыт, а диструктор вызываться не будет, и файл никто не закроет. Неудобно, неприятно. Раньше приходилось придумывать как-то, скажем, это обойти, то есть или разделять инициализацию объекта. Нет прям какого-то красивого, не было красивого решения. Что же нам предлагает теперь C++11? Появились делегирующие конструкторы. Теперь из одного конструктора можно вызывать другой конструктор. Ну такого как бы термин нет, но я назову это базовый конструктор. То есть у нас есть какой-то базовый конструктор, а мы его из другого вызываем. Смотрите, что это значит. Теперь мы можем открыть файл и передать открытый handle в базовый конструктор, который выше написан. И вот интересные свойства, которые у этих делегирующих конструкторов. Если хотя бы один конструктор был вызван, объект считается сконструированным. Что это значит на практике? Смотрите, у нас базовый конструктор вызван, значит диструктор уже будет работать. И теперь мы можем спокойно что-то в теле более высокого конструктора делать, какие-то вещи, которые могут кинуть исключения. И даже если исключение возникнет, у нас диструктор будет вызван и объект будет уничтожен. Единственное, что хочется сказать, это возможность пользоваться аккуратно. Теперь как бы в другую сторону маятник качается. Теперь мы можем вдруг неожиданно в диструкторе посчитать, что у нас объект был создан полностью, а на самом деле у нас только базовые какие-то конструкторы отработали, а те, которые их вызывали, не до конца. И мы, допустим, попробуем удалить какую-нибудь цилизированную память. То есть такая палка о двух концах. С одной стороны, одни проблемы мы решаем, с другой стороны, надо очень четко понимать, что мы делаем, и чтобы вдруг наоборот не получилось. То есть мы посчитаем, что у нас объект сенсуирован, а он еще не до конца. Но тем не менее, хотя это, на мой взгляд, это опасная такая возможность, она позволяет существенно сократить код и сделать его красивым. Например, теперь можно избавиться от таких функций, как и нит. То есть мы когда-нибудь написали код, где много однотипных конструкторов. Ну, конечно, однотипные конструкторы. Ну, конечно, пустой конструктор надо написать для того, чтобы... Нет, я имею в виду однотипные. Когда, например, один принимает конст-чар звездочку, другой — строку, третий еще... Ну, конечно. По крайней мере, тот, который со строки инициализирует объект, всегда писать приходилось. Да. И раньше было неудобно. То есть приходилось какую-нибудь функцию init заводить и вызывать ее из разных конструкторов, чтобы сделать одно и то же. А теперь очень удобно. Просто один конструктор может вызывать другой конструктор. То есть мы избавляемся от лишней одной функции инициализации. То есть более все это становится красиво. А вот здесь красным помечено что? Красным просто я хотел подчеркнуть, что эта функция теперь может кинуть отключение, и ничего страшного не случится. То есть объект, то есть детструктор все равно будет вызван. Но это как-то накладывает ограничение на старый код или нет? Нет. Старый код работает так же, как и работал. Это просто новая возможность. Раньше просто так нельзя было написать. Ага. То есть мы смотрим в строчку public, где за вызовом объявлен один конструктор, который вызывает другой private конструктор. Другой. Ага. То есть цепочка вызова конструктора можно. Понятно. Ага. Причем тот конструктор может еще какое-то вызывать. То есть мы можем по частям конструировать объект удобно. То есть там, где в теле мы бы написали бы перед full мы написали бы init, допустим, то теперь вместо этого мы в строке. Да? Да. Так. Ну, дальше идем. Наконец, появились строго типизированные перечисления. Какие, так сказать, недостатки были у классических перечислений, которые пришли еще к нам из языка C? Дело в том, что они легко туда-сюда приводятся к типу int. То есть int – это у нас перечисление, как можно считать, а перечисление – это как init. То есть свободное приведение. И это раз – недостаток. А второй – недостаток, что они засоряли области видимости. То есть те, как бы, имена, у которых вот эти типы, как бы, там, вот здесь вот, там, хрин там, да, он попадал в области видимости, туда же, где и все другие имена. И было неудобно там. Или они пересекались, или можно было спутать. Ну, то есть масса разных неприятностей. Теперь у нас появились строго типизированные. Чтобы их сделать, просто дописывается слово «класс», решили сделать после слова «enun», пишется «класс», и теперь эти, так сказать, эти перечисления такие настоящие. То есть они свободно не приводятся к int. То есть если нужно привести, нужно использовать явные приведения типов. Они не засоряют namespace, потому что надо явно указывать, из какого перечисления мы используем вот эту константу. То есть, ну, просто стало лучше. То есть теперь, если, особенно это приятно тем, кто разрабатывает какие-нибудь библиотеки для других людей, то есть они могут теперь более, так сказать, сделать такой удобный, безопасный способ использования этой библиотеки, где не будет, скажем так, портить области видимости у людей, у других, то есть чтобы не было пересечений. То есть каждый там «enun» теперь, как бы, он такой уникальный. Ну, не знаю, как сказать. Ну, я думаю, понятна идея. Ну, то есть, как бы, раньше нам нужно было писать, если бы не было слова «ключевой класс», мы бы писали «enun color», потом «color red», «color blue», а потом «enun traffic light», «traffic light green», «traffic light yellow», «traffic light red». А теперь можно вот, да, получается, таким образом работать. Ну, да, ну, то есть, смотрите еще раз, значит, идея в чем. Ну, как бы, опять, два важных момента. Вот эти вот слова «enun blue», они не попадают в namespace. Да, ага. То есть они не пересекаются между собой, это первое. И второе, у нас нет явного, неявного преобразования к int или наоборот. То есть у нас теперь это «enun» и «int» — это разные типы. То есть они между собой не превращаются. Потому что были еще, например, ошибки, когда перед функцией много аргументов, и она ждет какой-нибудь int-тип. А мы, например, какое-то количество чего-нибудь, а мы туда случайно передаем какому-нибудь «enun». И там все автоматически отлично работает, вроде ошибки никакой не видно. Вот теперь это так не получится. То есть перечисление — это перечисление, но они… Да, целочисленные типы — это целочисленные типы. Так, дальше. Обобщенные гарантированы константные выражения. В языке C++ есть ключевое слово «конст». Но оно всего лишь… Оно не значит, что вот это вот прям вот значение всегда одно и то же, константное. Нет. Это всего лишь значит, что какую-то переменную, например, или область памяти мы не можем менять. То есть это всего лишь описание интерфейса. Вот есть у нас указатель на константный какой-то объект. Но это не значит, что этот объект не может измениться. Где-то в другой части программы его спокойно меняют, и он у нас тоже меняется. То есть это просто всего лишь способ сказать, что мы договорились этот объект не менять. То есть всего лишь интерфейс в константе. А теперь, так сказать, появляются такие настоящие константы. Они объявляются, значит, они именно вычисляются на этапе компиляции. Причем это не только какие-то выражения, но и можно прямо на этапе компиляции сделать даже, например, массив классов. Например, приводится пример, что вот этот массив точек будет создан и записан в память прямо на этапе компиляции. То есть это такой массив сконструирован. То есть на этапе работы программы он уже вычислен. То есть ничего там вызываться, выполняться, никакие конструкторы вызываться не будут. То есть это вот совсем константа. И ничего уже в этом массиве точек, да? Да, уже ничего не будем. Преимущество какое? Можно точно вычислить на этапе компиляции какие-то вещи. То есть заранее. Мы точно будем знать, что это просто будут какие-то числа. И на этапе выполнения программы ничего вычисляться не будет. Можно такие функции объявлять с помощью вот этого. Они тоже должны четко всегда возвращать одно значение. И там, где мы такие функции будем использовать, у нас просто будет в код подставляться числа. Ага. То есть вот совсем, как такая вот константа. То есть испортить работу функции будет уже невозможно. Да. Вот. И вот пример приводится такой более экзотический, когда мы перегружаем оператор OR, который сразу на этапе компиляции вычисляет значения. То есть он здесь OR сделает для двойки и для четверки, сколько у нас там, 6 получается. И это число сразу будет подставлено в оператор выбора. То есть сразу это то же самое, что если бы мы сюда просто написали число 6. Угу. Понятно. Угу. Угу. То есть вот раньше так вот было сделать нельзя. Потому что подразумевало себя, что здесь должно быть число в операторе выбора. И просто так нельзя было написать, потому что нельзя вызвать функцию там. А здесь теперь, хотя мы вызываем тут функцию, но она точно всегда возвращает какое-то число. То есть вот такое необычное использование вот этого способа. Угу. Так, дальше посмотрим. Угу. Угу. Статические утверждения. Складываются на ситуации, когда нам нужно прервать компиляцию программы, если у нас не выполняется какое-то условие. Ну, представим, у нас тип не того размера, или мы неправильно что-то сконфигурировали, и у нас там как-то мы не должны работать. Обычно это решалось с помощью или каких-нибудь define-ов, или еще какими-то методами. Все они были плохи тем, что они достаточно невнятно выдавали сообщение об ошибке. То есть компилятор невнятно выдавал. Ну, можно же даже просто так сделать. Если у нас что-то не объявлено, какой-то макрос, мы можем там написать какую-нибудь там вообще там какую-нибудь строчку, и, естественно, компилятор на ней споткнется и скажет, вот у вас тут ошибка. Но дело в том, что это все будет очень нечитабельно. То есть прочитать такое сообщение от компилятора сложно. Теперь есть возможность явно написать условие. Раз, раз. Раз, раз. Просто упрощение. Андрей, я прошу прощения. Звук сейчас ушел. Так, а вот сейчас? Сейчас звук пошел. Закончили на том, что компилятор, ну, за счет define-ов, да, это мы знаем тоже, он писал там что-то undeclared. У нас так встречалось, и даже в дрейфах такие подобные ошибки бывают, когда выскакивает, там ошибка компилятора, ну, начиная с какого-то там дурацкого unsatisfied forward, заканчивается. Давайте я повторю. Смотрите. Раньше, чтобы остановить компиляцию, достигалось каким способом? Например, какие-нибудь define мы делали или еще там что-то, какую-то некомпилирующуюся конструкцию специально. И компилятор на ней спотыкался и говорил, не могу скомпилировать. Недостаток какой? Было невразумительное сообщение, так сказать, о причине, почему компилятор не компилирует код. Теперь мы можем явно написать условие и строчку. Вот если условие не выполняется, компилятор как раз выводит пользователю вот эту строку. Например, представим, что у нас мы не работаем на архитектуре, где int меньше чем 4 байта. Мы пишем такую проверку и пишем строчку «Извините, мы не работаем с такими архитектурами, нам int должен быть большой». И если человек хочет скомпилировать для какого-нибудь микроконтроллера, и у него это не получается, компилятор выдаст именно эту строку, понятную и четкую, и будет сразу понятно, в чем причина. То есть это именно упрощает написание различных проверок, которые выполняются компилятором при сборке приложения. То есть мы учим компилятор говорить на человеческом языке таким образом, да? Да. Еще, кстати, дело в том, что поскольку раньше было неудобно делать, еще некоторые вообще делали такую большую глупость. Они писали это просто с помощью ассерт. Это вообще очень плохо, потому что мы увидим какое-то предупреждение только, во-первых, в отладочной версии, и только в том случае, если мы попадем, так сказать, в это место программы. Потому что ассерт работает на этапе выполнения. То есть это вообще очень плохая практика, но, тем не менее, почему-то иногда встречается. А статик ассерт, он именно останавливает компиляцию. То есть точно мы не скомпилируем программу, если это невозможно. Угу. Так, дальше смотрим. Появилось новое ключевое слово. Ну, ПТР – это настоящий указатель. Для чего это нужно? Ну, вот тут я такую картинку привел. Обратите внимание, значит, есть радио, есть розетка для радио и есть розетка для электричества, 220 вольт. Поскольку радио уже не работало, есть вероятность, что уже перепутали. Так вот, то же самое легко сделать и в C++. Да-да-да, в C++ легко сделать. Смотрите, есть у нас две функции. Одна из них, одна принимает переменную тип int, другая принимает указатель. Пишем мы вызов функции с нулем и придаем ноль. Понятно, вызывается функция, которая принимает тип int. А потом, как бы, мы смело пишем вызов функции и ну. И думаем, ну, понятно, ну, люди когда пишут ну, когда хотят нулевой указатель. И, значит, у нас, наверное, вторая функция вызовется. Нет. Ну, это не что иное в C++, как простой ноль. И мы вызовем опять первую функцию. То есть вот такая вот неприятная вещь. То есть иногда незаметно вызывается не та функция, которую мы хотели. Чтобы этого избежать, появился теперь настоящий нулевой указатель. Идея в том, что он неявно не может превратиться в целочисленный тип. То есть это именно указатель. То есть теперь мы будем вызывать именно эту функцию, которую принимает указатель. То есть вот появилась такая запись. И вообще рекомендуется null.ptr везде использовать. Вместо там нуля обыкновенного или null. Потому что он имеет именно тип указатель. И невозможно какая-нибудь путаница. То есть мы не можем случайно в целочисленную переменную, например, теперь null записать и думать, что у нас там все хорошо. Просто именно, допустим, перемены перепутали. То есть если мы в целочисленную переменную пишем null, то одиннадцатый компилятор будет нам уже ругаться, получается. Да, null.ptr если мы запишем null, то у нас не получится ничего. Ну на самом деле я гигантское количество кода видел, когда указатели сравниваются с целочисленным нулем. Я думаю, вы тоже, да? Просто куча кода. Нет, ну это само по себе не опасно, но теперь лучше есть специальное ключевое слово, которое использовать во всех этих местах. Это повышает безопасность. То есть это исключает иногда какие-то ошибки. Так, еще такой момент. Вот книжки разные говорят. Смотрите, если вы хотите, чтобы ваш код был хорошо выглядел, нужно писать там свои операторные равно, конструктор копирования. Ну это все правильно и хорошо. Но часто бывает так, что тот код, который сгенерирует компилятор, например, для конструктора копирования, он совершенно нас устраивает. Представим, есть у нас квас . и там всего два элемента, int какой-нибудь, x и y. И зачем нам писать оператор копирования или оператор присваивания? Это лишний труд, потому что и так компилятор все отлично этот объект копирует. И вот тут возникает проблема. То ли нам писать бессмысленные свои конструкторы и операторы равно, которые ничего не делают, то есть делают все то же самое, что нам и нужно, или не писать. Но тогда человек, который будет читать код, он потом может задуматься непонятно. То есть то ли человек забыл написать эти операторы, то ли они не нужны и неизвестно, как поступать. Это началось со второго примера, который внизу. Так вот, теперь можно сказать, это как бы подсказка человеку, что оператором это равно или конструктор копирования, нас устраивает тот, который генерирует компилятор. То есть мы просто говорим, смотрите, вот то, что загенерирует компилятор, совершенно нормально, это правильно работает и не нужно ничего писать. То есть я не ошибся, я не забыл про эти операторы, а пусть они будут созданы по молчанию. А еще иногда бывает, что нам нужно запретить определенный конструктор копирования, потому что он невозможен. Например, у нас объект, который работает, например, с открытым каким-то соединением интернет-соединением, его нельзя просто взять и скопировать, потому что это невозможно. Или там еще какая-то сложность, допустим, этот класс работает с каким-то внешним устройством. То есть его нельзя копировать, его можно только создать и использовать. И тогда нам приходилось создавать свой конструктор копирования, который нельзя вызвать в приватной секции. Теперь можно просто явно написать слово delete, и этот оператор и конструктор их нельзя будет вызвать. То есть мы говорим, что их нет. То есть компилятор их по умолчанию никак не создает, и их использовать нельзя. То есть код не скомпилируется, если мы захотим скопировать этот объект. То есть это просто упрощает запись. То есть если раньше нужно было писать специальный код для этого, то теперь просто ключевым салаймом можно обойтись. Все, вот есть вопросы? Да, вопросов нет. Я просто хочу приснить для дельфистов, которые, может быть, немножко плавают в этой теме, потому что у нас перегрузка операторов появилась совсем недавно, и не так она широко применима в Pascal. Чтобы иметь в виду, что в C++, когда вы делали копирование объекта или присваивание объекта, то вы могли переопределить оператор присваивания, к примеру, который при присваивании не просто поля в поля копирует объекты, а делает еще какие-то дополнительные нужные вам функции. И вот то, что Андрей рассказал, что теперь можно более гибко это делать. Вы можете, а если вы не делали, не писали явно присваивание конструктору присваивания, то вот по умолчанию дефолт он делается, и вы знаете, что он делается компилятором, и вы с этим согласны. Или как вертик, что вы не согласны, и работа компилятора по умолчанию вас не устраивает, вы блокируете. Поскольку C++ компилятор такой был гибкий, что были проблемы. И вот пошли даже на то, что писать, ну, на самом деле, непривычно смотреть на это все, вот это вот равно delete или равно дефолт, но Pascal-истам привычно. Поскольку, ну, вы знаете, в Pascal, в Delphi, очень много таких вот в явной форме приходится указывать, и C++-никам даже странно писать, зачем писать слово abstract, к примеру, или зачем писать слово virtual, там, да. Ну, некоторые вещи, они подразумеваются для C++, а теперь в C++ появилась возможность явно более, да, как вы сказали, код читабельным делать, чтобы, да, экономить время, не думать, что же там происходит, все, программист явно указал. Здорово. Так, хорошо. Дальше. Так. Сейчас. Да. Так. Ага. Инициализация членов класса при объявлении. Немножко попроще теперь можно писать. Да. Смотрите, вот код выше, это новый стиль, эквивалентен тому коду, который написан ниже. Это старый стиль. То есть, явно мы должны были в конструкторе говорить, что какая-то переменная примет нужное значение. То есть, это такая запись. А теперь можно просто написать равно сразу в объявлении класса. И при создании объекта, те переменные, которые чему-то там показаны, присвоены, там автоматически эти значения в них будут записаны. Просто сокращение записи. Это удобно, когда, если у нас много сразу полей, чтобы в конструкторе не повторяться, например, если у нас есть несколько конструкторов, чтобы в разных конструкциях инциализировать одни и те же поля какими-то значениями, можно вот так сразу написать. То есть, любой конструктор, какой бы он ни был или нет конструктора в классе, тем не менее, всегда этот инциализирующий код сработает. Да, все равно эти поля будут сразу заполнены. Но они не константные поля, нет? То есть, потом перемену A можно менять. Да, это просто всего больше инциализация при создании объекта. Вот я этим точно буду пользоваться. Так, шаблоны с переменным числовым параметром. Это сложная тематика, я сейчас даже не буду на ней останавливаться, потому что там как бы много всего. Смысл в том, что теперь можно делать списки типов. И это позволяет писать, во-первых, оптимизированные какие-то вещи, более, чтобы на шаблонах более сложные, чем раньше. И это позволяет делать более безопасные некоторые функции. Ну, например, здесь показана безопасная функция print. Я в конце дам ссылки, на что можно почитать. Там тематика более развернута, описана. Это раздел сложный, поэтому просто то, что он есть, и что эта возможность позволяет с шаблонами еще более интересно делать какие-то вещи. То есть, буквально просто пару слов. Что-то я скажу про лямбдовыражение. Тоже очень интересная особенность языка C++11. Кратко мысли. Теперь функцию можно объявить и использовать там, где она нужна. Кратко. Если кто-то из слушателей использовал, например, функцию сортировки, он знает, что если нам надо сортировать как-то своим образом, например, вот здесь сортируется по модулю значения, то нужно было заводить класс, в котором делать функцию оператора скобочки, которая вызывалась, то есть просто лишний длинный код. Теперь мы можем сразу объявить функцию. Она будет принимать у нас два числа и сравнивать их по модулю, то есть сразу в том месте, где она нам нужна. Еще, например, у этих функций интересная особенность. У них есть область захвата. Вот, например, второй пример показан, что вот эта функция лямбда, она может модифицировать переменную total, которая объявлена в теле функции выше. То есть вот эти лямбда функции, они могут иметь доступ к данным извне. Есть какая-то функция, где лямбда функции используют. Вот эта лямбда функция может данные из функции использовать, то есть это сокращает и записи, и там разные очень хитрые приемы можно делать. То есть, опять-таки, очень много различных возможностей, потому что, например, переменные могут быть захвачены просто только для все переменные или какие-то конкретные переменные. Опять-таки, здесь показаны только упрощенные записи, потому что здесь понятно, что лямбда функция у нас Vue возвращает в первом примере, а во втором вообще не важно. Оно можно, на самом деле, там специально есть синтексис указывать, если там бывает это нужно, какой тип он возвращает. Но это я все опять-таки отправляю к документации и к хорошим ссылкам, которые будут в конце, где почитать о формате. Там достаточно сложно все это, но зато очень компактно. А я хочу, да, дельфистам еще сказать. Вы помните, что у нас появились… Ну, у нас не называется лямбда выражение, у нас это называется анонимные функции, у нас это называется. Ну, это то же самое. Да, ну, на самом деле, там тонкие ценители, они там даже говорят, что вот лямбда и замыкание, и анонимные – это не одно и то же. А ключевое различие, кстати, в Delphi мы используем, ну, по крайней мере, если вы помните, в многопоточном программировании нам под функцию синхронайз здесь надо вызывать функцию, которая обновление формы, которая будет, ну, грубо говоря, обновлять главную форму, там надо ссылку на функцию дать. И, грубо говоря, там очень по месту использовать вот эти анонимные методы. Здесь это называется в C++ тоже есть в классическом переводительном лямбда выражении. Единственное отличие, что вот Андрей показал во втором примере, мы показываем, что переменная total будет захвачена в контекст функции. У нас же по умолчанию все переменные попадают в контекст вот этого анонимного метода. Но здесь, да, более гибкая реализация, здесь, наверное, более взрослая реализация лямбда выражений. Ну, немножко по курать не можно написать, то есть, чтобы случайно не задеть что-то. К лямбда функциям есть некоторые претензии, там, со стороны программистов. Они говорят, что они там или опасны, там, или еще что-то. Ну, пока, мне кажется, рано говорить, потому что все-таки этой возможности языка не так много времени. Возможно, что-то еще будет изменено, может быть, нет. Пока непонятно, слишком мало времени прошло, чтобы, как, там, что-то критиковать или, наоборот, хоть что-то вздорско вышло. Давайте дальше пройдем. Ну, собственно, вот еще я расскажу о некоторых возможностях. На самом деле, в языке C++11 решено очень много старых, так сказать, наболевших каких-то таких проблем или просто маленьких проблемок, которые давно висели, как бы, в воздухе, что их надо как-то разрешить, но как-то вот все не было, то есть, долго стандарта мы ждали. Ну, например, вот мне очень нравится такое свойство. В разных компиляторах всегда есть специальные атрибуты, которые задают какие-то подсказки компилятору. Причем везде они разнородны, там, какие-то там с подчеркнением, там, слова всякие используются, где там прагмы какие-то используются для этого. То есть, везде полный раздрот и шатание, потому что каждый, ну, понятно, каждый делал так, как вот ему удобно или как вот он хотел, ну, потому что не было какого-то единого стандарта. То есть, везде эти вещи были как бы нечетко. Теперь, наконец, появился единый способ задания атрибутов. Это двойные квадратные скобки, где мы можем указывать компилятору какие-то ему там вещи, какие-то там нюансы, там, по оптимизации, там, или еще почему-то там, или там сказать, что, может быть, функция какая-нибудь устарела. Вот, и теперь это как бы задается единым образом. То есть, теперь вот можно смело так писать и знать, что компилятор это нормально обработает. Агон отреагирует. Агон отреагирует. Да, как-то отреагирует. Понятно, что какой-то другой компилятор может не знать какие-то ключевые слова, но, по крайней мере, он хотя бы будет знать, что это атрибут. Вот он там не то, что откажется компилировать, он просто, может быть, варминг выдаст, но, тем не менее, это уже намного лучше. Так, дальше, что еще появилось? Ну, появились, например, семантика перемещения. Это вещь, которая позволяет писать оптимизированный код. Особенно это важно, если мы разрабатываем какие-нибудь контейнеры или тяжелые классы. Идея в том, что можно не только копировать объекты, но и перемещать. Представим, вот возвращает функцию какой-то объект по значению. И раньше происходил вызов конструкторов копирования, потому что нужно скопировать объект. А теперь, поскольку нам старый объект не нужен, можно с помощью семантики перемещения переместить данные, не копируя их. А как это получается? Ну, как это получается? Смысл в чем? Как бы эта ссылка, мы меняем, то есть, мы берем оттуда… Ну, представим, вот есть, например, вектор, да, там, что значит для вектора перемещения. Мы берем массив, где-то выделенный в себя, перетаскиваем, там, размер его к себе берем, а тот массив просто обнуляем. И причем мы уверены при этом, что мы ничего не испортим, потому что мы знаем, что тот массив, который к нам пришел, он уже больше не будет использоваться, и мы можем из него все данные забрать, ничего не копировать. То есть, просто забираем. Тематика тоже опять сложная, то есть, нужно почитать, как это. В практике простого программирования, я думаю, это не будет часто использоваться, все-таки такая, скажем так, не самая распространенная вещь. Но если мы пишем какие-то оптимизированные контейнеры для хранения чего-то, или просто у нас какие-то тяжелые объекты, для которых там каждое копирование – это целая беда большая, то есть, это тяжело и медленно, то вот здесь как раз вот эта вещь и пригодится. То есть, это такие специальные оптимизации. В библиотеке STL уже используют вот эти как раз возможности C++11, и, соответственно, контейнеры работают немного быстрее, чем раньше. То есть, там уменьшено количество копирований, которым приходилось раньше делать компилятором. Ага, то есть, как сказать, что, во-первых, хорошо, что в новой STL, конечно, это используется, во-вторых, да, вы должны понимать, что если вы переходите на 11 стандарт, используете новую библиотеку, то вы, да, повышаете производительность в некоторых местах. Это тоже очень важно понимать, что происходит. Да, да, вот за счет этого. Ну, появились возможности создавать пользовательские литералы, то есть, теперь можно специальным образом задать какую-то строку, там, имя какое-то, и интерпретировать его так, как мы хотим. Ну, это вот такие специальные, специфические вещи. Сложно сказать, как именно она нужна, то есть, но бывает удобно. То есть, мы хотим, например, какую-нибудь свою сделать, например, закодировать, я не знаю, там, комплексное число, например, из двух частей состоящих. Мы можем придумать такой пользовательный литерал, в котором сразу будет записано вот эти вот два значения, два в одном. Вот, и сам специально написанную функцию, которая будет интерпретировать этот литерал. То есть, функцию надо написать, которая вводит его в какие-то типы, да? Да. Ну, опять-таки, пользователь литерал еще просто особо с ними экспериментировать на то не удалось, пока компиляторы их, в общем-то, не очень поддерживают. Ну, в смысле, каких поддерживают, каких-то нет, но пока это такая еще совсем новая, и как-то она медленно пошла эта возможность. Поэтому про нее рассказать сложно. Есть еще различные, вот мы говорили, что в стандартной библиотеке появились новые различные классы, да, их множество. То есть, он такой, как бы давно казалось, чего не было, массив, который создает из четкого количества элементов. То есть, мы сразу при конструировании массива говорим, сколько в нем элементов, и он потом не может его размер меняться, то есть, он такой вот сразу создан, и все. Иногда бывает удобно. Естественно, это вообще такой очень поверхностный взгляд на язык C++11, его множество. Там очень-очень всего много, и сейчас в конце я покажу ссылку. Но теперь, прежде чем вы начнете, так сказать, использовать C++11, хотел вас предупредить, что новые возможности C++11 это не значит, что их нужно прямо вот начать, прямо быстрее использовать. Потому что можно очень увлечься рефлекторингом, а рефлекторинг, без какой-то конкретной цели, он часто бывает только хуже. Ведь, ну смотрите, ну вот да, стало короче, можно писать цикл. Но это же не значит, что теперь надо во всей программе цикл менять. Не значит, нет? Нет, почему? А почему? Ну, потому что циклы будут поменее, ну ничего же, в программе-то не изменится. То есть, мы потратим, например, неделю или две времени, а она не станет ни работать ни быстрее. Ну, код немножко даст сократиться, но есть ли в этом смысл? То есть, нужно как бы с умом ко всем этим вещам подходить, потому что это может надолго увлечься, и при этом как бы получить мало пользы. Новый код, конечно, нужно писать с использованием уже новых этих возможностей. Старый, если мы в него там что-то идем править или что-то усовершенствовать, конечно, тоже стоит переписать. А вот просто там брать и просто рефакторить все подряд, это, конечно, плохая идея. То есть, можно застрять там надолго, на пару месяцев, в общем-то, ничего не сделав по результату. То есть, как бы все будет то же самое, никакой новой функциональности. Вот, потратим время аккуратно, надо, так сказать, энтузиазм поаккуратнее. А теперь, собственно, очень интересные ссылки. Например, вопросы и ответы Бьярн Страуструпа. То есть, есть, значит, в интернете замечательный ресурс, в котором он описывает новые возможности языка C++11. Более того, есть замечательный перевод этого документации, который, причем, постоянно обновляется. Вот первая ссылка, это вот самое важное, что я хочу порекомендовать, почитать про новый язык. Очень хорошо написано, очень интересные, хорошие примеры. Тем более, на русском языке читается очень хорошо. Ну, есть еще несколько ссылок, которые я привожу. Соответственно, их тоже можно познакомиться. Наверное, это будет достаточно для первого знакомства C++11, а потом, конечно, уже есть другие статьи. Сейчас уже начинают книжки потихоньку выходить на эту тему, на броновый стандарт. Ну, это уже дальше для чтения. Ну, первая ссылка, конечно, просто замечательная. То есть, в первую очередь, ее рекомендую. Ну, спасибо. После такого вебинара, конечно, мы более осмысленно будем читать, понимая, что что-то сделано с точки зрения синтаксического сахара, что-то для безопасности, а что-то для перевода всей этой массивы библиотек. Ну, что библиотеки? Ну, в частности, быстрее работали. И вот вот Move Semantics, да, вот C++, SL-контейнеры, последняя ссылка. Да, очень ценно. Я ее не знал. Вот я ее посмотрю обязательно. Угу. Вот всего вот. А такой вопрос. Вот у нас тут вот эти ссылки, у нас там данные. А потом презентация, я думаю, будет доступна, да? Наверное, скажете людям, где ее можно достать, чтобы… Ну, если вы пришлете, да. Я в блоге, как обычно, в записи рекордит вебинар. Выложу, конечно, запись вебинара, наверное, даже прямо сейчас, поскольку, во, мне очень понравилось. Хотя, я скажу, открою небольшой секрет. Это я уже не первый раз слушаю. Я на этапе подготовки Андрей мне показал, что он сделал. Да, и я второй раз тоже очень с большим интересом, поскольку новый стандарт языка, он всегда сложен. И непонятно, он всем сложен. Новичкам он сложен. Средним он сложен. Профессионалам тоже сложно, поскольку, ну, привыкли программировать так, а теперь это авто. И я вот, да, хорошо вы рассказали про рефакторинг, потому что, ну, с нул ПТР-то это понятно. Это уже… Да, а вот с авто я, например, еще буду думать. Я вот так вот, мне не полез в рефакторинг, вот так с разбегу там. Вот. Ну, очень здорово, да. Я, конечно, размещу и презентацию в PowerPoint. Да, можно в PowerPoint. Да, чтобы все могли с экрана не переколачивать. Угу. Так, ну, еще чуть-чуть давайте скажу, почему я с этим столкнулся. Буквально пару слов. Вообще мы разрабатываем анализатор PV Studio, который умеет обнаруживать различные ошибки в программе на языке C, C++ и теперь еще и C++11. В чем, как бы, важность этих анализаторов тем, что они позволяют обнаружить ошибки на самом раннем этапе, то есть еще на этапе кодирования и сокращают, соответственно, время потрачено на тестирование, там, на отзывы пользователей об ошибках, то есть очень удешевляется исправление ошибок. Причем тут самое важное, что использовать нужно такие инструменты регулярно, то есть можно, например, каждый день он умеет запускаться инкрементально. Что значит инкрементально? Те файлы, которые мы сейчас правим, для них он и запускается. Ага. И сразу подсказывает об ошибках. Вот даже в своей практике могу сказать, то есть я вот туда программирую, то есть да, печатаюсь и уже вот как бы забыл, что я исправлял ошибки, которые выдает анализатор на мой код. Я копирую их постепенно, и когда-нибудь у меня интересна статья, там, как PV Studio находит ошибки там в PV Studio. Ну, пока маловато, пока еще показать не получится. Вот, тем не менее, так, то есть никто, это я к чему-то, никто не застрахован от каких-то ошибок и, естественно, чем их быстрее найти, тем лучше. Все, собственно, теперь давайте перейдем к вопросам и ответам. Я готов поотвечать на них и, собственно, обсудим что-то. Да, давайте вопросы, ну, сформулируйте ваши вопросы. Присоединяйтесь к моему твиттеру, я там постоянно публикую разные интересные ссылки на статьи по программированию на C++, вот, и там много чего интересного можно будет посмотреть. Ну, я, кстати, присоединюсь, потому что, да, ну, как сказать, получается, что вы просто экономите мне сильно времени. Если вы там глубоко в этой теме, да, и уже фильтруете исходный поток информации, то это, в принципе, здорово. Поскольку, да, все говорят, погугли, погугли, но если тема никакая, то ссылок нет. Если тема интересная, то ссылок слишком много. А, конечно, такой хороший интеллектуальный фильтр на основе, да, твиттера, это будет здорово. Так, ну что, что-то вопросов я особо не вижу. Ну, с одной стороны, это означает, что все понятно было, да. Поскольку, а те места, которые сложны, Андрей, вы хорошо нам показали, что вот здесь вот, да, есть где дочитать и кому вообще, в принципе, это надо. Вот. Ну что, вопросов нет, но мы, на самом деле, выработали время вебинара и даже пошли немножко дальше. Тогда что? Андрей, тогда я задам вопрос. Вот, я знаю, что вы как-то в личной беседе, или, может, на сайте у вас прочитал, что занимаетесь параллельными вычислениями, да, вот что-то типа параллельных вычислений. Да. Ну, что именно интересует, точки зрения нашего анализа или то, что я раньше занимался этим вопросом? Ну, просто, если я думаю, наверное, интересно нам почитать, что такое параллельные вычисления. Ну, я с этим сталкивался, но в очень прикладном порядке. И, ну, что мало, по-моему, параллельные вычисления сказать? Ну, во-первых, кстати, у нас на сайте есть одна такая статья, в которой собраны ссылки на другие статьи по тематике параллельного программирования. Если ее поискать, у нас на сайте можно найти, там как бы пойти дальше по этим ссылкам. Мы, да, я, как бы, там, когда еще из кандидатского индексата занимался и предыдущее место работы, моя была связана с параллельными вычислениями. Вот. А в анализаторе эта часть нашел свое отражение, мы пытались, ну, то есть, как пытались, у нас есть анализатор для поиска ошибок в OpenMP программах. Насколько я знаю, в C++ Builder, вот, я не знаю, если что-то не смотрел, то есть появилась там, наконец, тоже поддержка OpenMP или нет? Вот вы можете ответить? Нет, я за разбегу не отвечу, я просто к чему, это такой провокационный вопрос, что, в принципе, на будущее, вот я бы попросил вас в присутствии аудитории, да, немножко вот-вот, а, угу, как-нибудь поговорить на эту тему, может быть, не слишком глубоко нас в тему параллельного программирования вводить, поскольку это весь специфизм. Я думаю, одну тему, какую можно, так сказать, рассмотреть, я на эту тему статью писал, называется уровни распараллеливания. Дело в том, что параллельность, ну, в смысле распараллельность, оно достаточно относительное. Что такое, да, там, можно параллелить, там, на уровне кода, где-то низкого уровня, можно на этапе, там, задач, там, есть понятие, опять-таки, распараллеливания, то есть, когда вот мы решаем какую-то задачу, например, там, какие понятия, что такое, геометрический параллелизм, Когда мы какую-то задачу, если это насчет какой-то динамической задачи, мы разбиваем на области и считаем на разных процессорах отдельные части, как это можно делать. То есть, что такое параллелизм, то есть, на каких уровнях и как это может выглядеть. Вот такое можно сделать, он будет такой общий и главный с картинками. Да, да, с картинками обязательно, как вот кошечка, которая попалась в рефакторинг. Очень наглядная иллюстрация, на самом деле, мультимедийное представление, чтобы мы до когда понимали суть, но еще и контекст рефакторинга. И вот вопрос как раз мне задали по поводу трехзвенной технологии, многозвенной, то есть, может, сервера приложений. Я со своей стороны вижу, что это хорошо кладется в контексте распараллеливания, поскольку параллеливание не только по ядрам или по процессорам, а по различным машинам. И для тех, кто хочет понять, что там распараллеливание по различным серверам приложений можно делать на основе, в принципе, даже DataSnap в C++ Builder, но теоретическую часть, конечно, надо знать. Я вот пользуясь случаем, Андрей, прошу вас подумать, а в дальнейшем всех приглашаю следить за тем, что происходит у нас. И я думаю, Андрей, да, сможете нам так вводную часть сделать. Мы обсудим, как и тогда решим. Ну, тогда, наверное, все. Если вопросов больше нет, очень приятно было рассказать. И, надеюсь, будет полезна эта презентация для первого знакомства, чтобы дальше заинтересоваться и пойти уже читать более серьезно. Да, всем дельфистам. Все рекомендую узнать C++11. Это явно большой шаг. То есть, намного новых возможностей для оптимизации, сокращения кода и сделать код более красивым. То есть, теперь до сих пор.